Приветствую вас! С точки зрения психологии, да, ее измены повторяются, если вы ничего не будете менять в отношениях своих. С точки зрения психологии ее измены являются следствием либо того, что ее что-то не устраивает в ваших отношениях с вами, либо в каких-то своих внутренних конфликтах, внутренних противоречиях, вот. Ну, например, страх близости, запрет на успех, непринятие себя, вот. То есть, там, допустим, вот такая история, когда женщина обесценивает себя в контексте любимого мужчины, да. То есть, она как бы говорит, что, ну, она любит его, мужчину своего, реально дорожит им. То есть, тут как бы никакого обмана нет. Вот. Но при этом, при том, что она его любит и при том, что она им дорожит, отношения у них, по крайней мере, ну, по крайней мере, позитивно, да. Вот. Не складываются. То есть, есть проблемы, например, в интимной жизни есть проблемы еще где-то. И она реализует свои потребности на стороне. Вот. Понимаете? То есть, это все вот следствие его проблем, скажем так. Ее, точнее, проблем, да. Вот. Ну, в первом, во втором случае, в первом-то случае, понятно, да, что в первом случае тут что-то ее не устраивает. Вот. Понимаете? Вот. Поэтому, соответственно, вот вам и решать. Уже. Уже. В первом случае нужно анализировать ваши отношения, насколько вы друг другу подходите. Что-то можно сделать на совместной консультации. То есть, вы, она и, например, психолог семейный. А, во втором случае, нужно работать уже именно с ней. Если вы измену вас приняли негативно, очень, очень вам больно и так далее, то работать нужно именно связно. Потому что, вполне возможно, что своим поведением вы также спровоцировали ее на измену. Ну, то есть, как бы, перенесли на нее свой страх измены, если вы не уверены в себе. Вот. Вот так. С точки зрения психологии можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!